Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию стример для хищника, который изготавливается очень быстро и практически из тех материалов, которые у нас остаются при вязании основных мух. Я взял крючок, единичку, стримерный, сделал его не зацепляйкой и одел точенную конусную головку, а грузил свинцом. Нить у меня порядка 4,060, ровница. У нас при вязании остаются остатки вот таких вот пуховых разных перьев, которые я не из жадности, а из того, что из них можно изготовить еще что-то, не выбрасываю. Поэтому сейчас мы с вами изготовим стример, который с успехом ловит практически любого хищника. Я беру из остатков вот такое перышко, которое у меня имеется, из скальпа петуха. Беру вот такую щепоточку и будем изготавливать с вами наш хвостик. Почти у самого загиба. Не доходим пару миллиметров. Закрепили в одной точке. Не хуже, чем будет изготовленная из пера марабу. Уже проверено. Отрезали. Для украшения и привлечения нашего хищника я возьму совсем немножечко плоского голографического люрекса и добавим хвостик, потому что потом в дальнейшем в изготовлении у нас не получится добавить необходимое количество блестящих элементов. Здесь, если у вас по каким-либо причинам нет, можно использовать любую мишуру, какая вам попадется. Но количество желательно, чтобы было достаточно блестящих, привлекающих наших элементов. По совокупности всех материалов, которые мы будем изготавливать, чем-то стример наш напоминать будет вулебаггера. Или же, в конечном итоге, чем-то пиявку, личинку, стрекозы, то есть всех насекомых, которые обитают в наших водоемах. Даже пиявку. Подрезали, убрали. Место крепления промажем немножечко клеем. И еще раз подхватим. Здесь мы изготовим с вами даббинговую петлю. И будем крепить наш материал. Как вы его здесь захотите для себя, в сочетании перьев, которые у вас есть, это вы уже подберете сами. То есть не является столь существенным. Желтым сделаете зеленым или каким-либо другим. Значит, я петлю не делаю чересчур большой. Только лишь для того, чтобы можно было удобно мне было работать с этим стримером. Значит, я буду изготавливать. Возьму остатки пера шартрес. Если у вас имеется в наличии вот такая прищепочка из инструментов, если нет, спокойно можно изготовить, и не имея в наличии такого хитрого материала. Берем наше перо. Вставляем в нить, в даббинговую петлю, которую мы изготовили. Берем хорошие длинные ножницы, чтобы можно было, не мучая наше перо, отрезать за пару приемов. Подровняли наши перышки, которые мы подрезали аккуратненько по всей длине. И, как вы видите, без хитрого инструмента мы спокойно подрезали. При условии, если вы немножечко потренируетесь, можно без ущерба изготавливать для себя, как вы захотите. Любой длины, ширины. Собираем теперь, прокручиваем. И выполняем обмоточку. Если по каким-либо причинам нам будет ее недостаточно по длине, изготавливаем еще одну, еще одну, еще одну, еще одну даббинговую петлю. И наши перышки, которые мы с вами закрутили, бородки, так же, как изготавливали из меха, из любого материала, который у нас уже применялся. И так мы набираем полностью, не доходя до шарика, примерно 3-5 миллиметров. Я изготовил наборку из отходов перьев с даббинговой петлей. И в завершение я закрепил вот такой остаток пера гризли, для того, чтобы здесь сделать уже окончательно ершик. Если у вас по каким-либо причинам нет такого пера, можно использовать практически любое перышко, которое у вас будет в наличии. Если одного пера, как вот в моем варианте, недостаточно, значит, мы закрепим еще одно. Промотали, откусили, убрали. Никаких дефицитных материалов для изготовления этого стримера нам не понадобится. Игра очень хорошая, реагирует практически любой хищник. Крепим здесь же еще одно перышко. Я думаю, нам теперь его уже должно окончательно хватить. Уведем бородки и нить оставляем у нашего конуса. Вот как раз нам хорошо хватило нашего перышка. И теперь мы его, как вы видите, хорошо прихватим и подровняем. Нанесли на нить клей, сделали завершающий узел. И наш стример, как вы видите, готов к работе. Игра его довольно-таки симпатичная. Изготовили мы его из бросовых материалов. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!